Я бы еще туда вернулся. Завтра туда собирался. Сейчас. Лев самый юный отдыхающий на второй смене в Заре. Ему всего 6,5, но среди ребят в своем отряде он не растерялся. Больше того, как только приехал домой, захотел вернуться в лагерь. 1 сентября смотрели ранец, он, видимо, подумал, что ему сумку новую покупают. Он говорит, ну все, покупайте, завтра я снова поеду. С новым ранцем. Конечно, отправлять в первый раз в лагерь обоих детей было немного страшно. Да и после первой смены ходило немало, а слухов о том, что в Заре жуткие условия. С одной стороны, страшно, да, потому что первый раз. Они никогда вообще в лагере не были и далеко от дома, никогда без родителей. И старшие, и маленькие. Но с другой стороны, такой бонус, что ли, что они вдвоем, два брата, и в случае чего их двое. Старший Ярослав, конечно, отвечал за младшего, периодически проверял, как ему живется в отряде. Хотя маленький Лев постоять за себя сумел и даже похулиганил немного. Мама очень благодарна воспитательнице, которая за ними следила. Оба брата вернулись довольны. Ярослав даже согласился прокомментировать несколько распространенных слухов о Заре. Это правда, что там змеи находили где-то? Змеи? Нет, я ни разу не слышал. Ящериц только видел. А просто, что из еды одни сосиски? Нет. У них там обалденные рыбные котлеты и мясные тоже. Они с другом Андреем были единственными первоуральцами в отряде. Андрею мама с папой звонили каждый день и даже приезжали в гости два раза. Лично убедились в том, что сына кормят здоров и невредим. Отдохнул он неплохо. Каждый день были разные спортивные мероприятия, игры и дискотеки по вечерам. Да, и, конечно, новых друзей стало больше. Друзей 15 точно есть, с которыми я сейчас в контакте общаюсь и по скайпу. В управлении образования нам пояснили, под Азбестом уже отдохнули 400 первоуральцев. Родители довольны, многие пишут благодарности. За путевками в Зарю обращаются даже те, кто работает в Екатеринбурге. Говорят, что предприятие предложило другое место, но ребенок хочет именно в Зарю. Напомним, что лагерь выдержал шесть проверок, поводом для которых стал ажиотаж в первоуральских средствах массовой информации. Городская межведомственная комиссия города Азбеста и областная межведомственная комиссия оздоровительна. И прокуратура города Азбеста и областная прокуратура приезжали. Существенных каких-то там предписаний ничего не выдвинуто. Я могу сказать, что при любой проверке в лагере иногда находят какие-то несущественные моменты, которые можно устранить тут же, на месте, через день, через два. Например, что случилось с москитными сетками. Они были порваны, их можно восстановить, то есть оторвать старую порванную, прибить новую. Это меняется, это нормальная работа лагеря. Завтра начнется заезд на третью смену. В лагерь отправится 150 первоуральцев. На протяжении двух смен условия контролировали и специалисты управления образования. Они выезжали на место, как муниципальные заказчики, четыре раза в первую смену и два во вторую. Да и сейчас, если ребенок рассказывает о чем-то, что вас беспокоит, стоит обратиться к ним и сразу все выяснят. Мы решаем оперативно изнутри, то есть выходим напрямую на лагерь зря и спрашиваем у них, в чем дело, что там происходит. Кроме того, каждому из родителей дают номер телефона директора лагеря Юрия Туруткина. Можно позвонить и поинтересоваться, как дела у ребенка.